всем привет дорогие друзья это канал супермарс и сегодня я в единственном числе из людей карина хочу познакомить нашу маленькую девочку я имею ввиду конечно дочку аси перчика арию ария принцессы севера так мы ее назвали самую боевую но вместе с тем очень похожи на асю то есть такую же скромняшку вот здесь марс который сейчас кстати очень усиленно наблюдает за блоки за нашим лисом который носится вот там вольере но вы еще я думаю видите но естественно это норма поведения что он там живет постоянно вот когда я прихожу или мы приходим снять видео то беготня локи становится естественно в разы интересного суши прям вообще прям невозможно ария у нас будет находиться короткое время сейчас во время съемки видео в вольере и у меня на руках и немного на полу я сделала капитальную обработку с мультидезом же такой дезинфектор ветеринарный профессиональный несколько раз и обработала еще пароочистителем потому что хоть у нее сейчас есть одна прививка но тем не менее это самый опасный момент обычно для заводчиков вот между первой и второй прививкой вот хоть у нас конечно животин это вся привитая но тем не менее хочется подстраховаться но хочется и чтобы она все-таки побегала немножко в вольере хотя бы чуть-чуть подышала воздухом но опять же всегда интересно ознакомить животных друг с другом да марсюш все ты теперь спрятался все одни ушки ушки одни от марсюшки остались я сейчас пойду за главной героиней а марсюша продолжит следить за лисом куку это кто тут так друзья я сегодня одна поэтому никому мне особо и помочь сейчас дверь закроем вот она девчушка красотушка а вот и локи вышел ну как вы помните локи у нас абсолютно не агрессивные к другим животным тем более к собакам но ася в принципе любительница побеситься а вот перчушу у нас показал себя бати-батенька не подойди к нему и не поиграй с ними вообще его не трогайте пожалуйста прям страшно деловой крайне занятой да так понюхали так для тех зрителей которые сейчас будут переживать чтобы марс не высунула туда я помню прекрасно что марс высовывает лапы поэтому я нахожусь очень близко опять же напомню что мы марсюшу стрижем когти перчик ты кто тут такая девочка да ась ась ну ты чо это же не перчик которого можно таскать за гриву да это же не перчик ты же арюшка да кстати ну асенька конечно себя очень хорошей матерью показала безусловно но вот сейчас когда она уже перестала кормить она конечно за ней наблюдает да вылизывает когда уже есть в доступе кстати молока у нее уже нет потому что мы это дело ограничили как только нам позволило вскармливание ась ась ну не надо ну что ты муль марсюшка трется и мулькает муркает мы это называем правда не мур а муль да перчуш ну можно как-то отлепиться от меня ну что ты все главное сгрудились прям и ходит локи пупаки а я кстати далеко вам не дура она близко к марсу тут и не подходит чинячего восторга не выражает особого а так вот у аси сейчас есть некоторая ревность потому что все таки внимание ей было больше уделялось она и в доме дольше жила она привыкла что если чесать или играть то это с ней поэтому сейчас когда мы начинаем активно с ари играть хотя на самом деле я этого стараюсь избегать ну как бы это странно не звучало просто дело в том что она с нами не останется она поедет в москву у нее же есть хозяева да новые мамочки новая конечно в единственном числе да и поэтому мне не хочется чтобы она ко мне слишком привязывалась ну и я к ней тоже не хочу слишком привязываться сами понимаете это такое дело очень болезненное вот поэтому с ней когда начинаешь так играть и тетешкаться аси начинает прям ревновать и поэтому игра у нее немножко жесткие получается ась ну грация кошки ловкость картошки она сейчас очень много времени проводит с нами дома на вольном выпасе орешка туда нельзя там локи живет не надо там ходить у нас лежит снег но температура сегодня плюс 12 да для краснодара это норма но так как снег на крыше тает иногда идут дожди немножко снег в вольере влажно и неприятно поэтому я собак сейчас полностью забрала домой и ася и перчик сейчас живут у нас дома ну понятное дело что надо куда-то выехать или допустим на время когда я занимаюсь животными они находятся здесь в вольере да локоточек нарушают твою тут идиллию лесяры одиночки ну и так как она осталась у нас одна как-то так резко уехали в один день два ее братишки так у них была тусня веселая компания они совершенно спокойно оставались в коробе сколько нужно играли бесились три щена все-таки на выгуле в доме это не восемь и не шесть ну в общем вот а так конечно же и там очень скучно поэтому они все вместе находятся сейчас в доме прекрасно и замечательно единственное что стало немножко сложнее с едой с кормлением потому что нет конкуренции она постоянно что-то где-то пытается урвать то есть приводить в график в чувство конечно надо будет на фоне переезда мы сейчас держим связь конечно с нашими хозяевами щенков сейчас ты получишь по шее от Асеньки да получишь конечно локи Ася ее защищает ну то есть при всех вот этих нюансах при ревности небольшой когда кто-то покушается на безопасность Арии она сразу всем раздает на орехи и Перчуша тоже получил неоднократный он потом вообще не подходил к щенкам потому что хорошо запомнил да Перчуша? Перчуша? да вот с таким лицом он на них и смотрел ну нафиг ааа Марсюша поплыл да? Марсюша поплыл? а такой девчушки иди ко мне а вот она вот она ой ну перчик-то перчик ну конечно все на такой звук мы кстати приучаем приучаем к корму когда щенки едят начиная еще с материнского молока мы начинаем вот так цакатать да? и все сразу потом приходят потом эта команда трансформируется в команду ко мне голосовую но звук в принципе почти у всех так и остается на всю жизнь как что-то очень знакомое и родное вот вот пожалуйста мать ухаживает ухаживает мать асюлька сейчас конечно выглядит очень мелкой потому что она выленила у нее прям ножульки практически голенькие особенно когда я ее купала прям лысенькие такие она и похудела во время кормления щенов сильно и поэтому мы сейчас занимаемся набором веса что кстати нам довольно сложно происходит потому что Ася не пищевик она абсолютно не падкая на еду у нее нет проблем с аппетитом но не пищевик но не пищевик это что за тыгрик ну да получилось что лисам развлечения интереснее чем с Марсом но в принципе меня это устраивает что она не пищевик Марсюша сидит в своей тайной комнате наблюдает за всеми аси ой 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 кстати насколько поменялся у нее вернее поменялось поведение когда группа от нее ушла группа в виде братьев и сестер конечно потому что она была очень боевой очень кстати не случайно и кличка была выбрана если есть поклонники Игры Престолов то они героиню по имени Ария должны хорошо знать и вот именно такой она была мелкая дерзкая активная боевая а вот когда она стала жить у нас в доме к слову сказать она отлично спит всю ночь очень спокойно отдельно от родителей то есть она никому не пытается прилепиться независимая достаточно и она стала очень похожа на свою маму на Асю то есть немножко боязливая лис прекрасная игруха да луаки луаки ну ты же видишь что это щен ну честно какую позицию наблюдательную заняла Ася чтобы всех видеть если что сразу сверху всем раздать ну Марсюше тоже хочется поиграть я его конечно понимаю но Марсюша с тобой не играют да не играют с тобой ну хони ухони недоверчивые рысям не доверяют щеночка да вообще скажу да ну где ты тут вот стоит чуть-чуть присесть все невозможно камеру настроить чуть-чуть только начинаешь приседать сразу прибегают собаки начинают выяснять что это ты тут делаешь нет-нет туда нельзя давай отходи ой-ой-ой Локи Локи ну все это аж известный трус лесня трусишня ой-ой 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 Продолжение следует... 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 господи лиса где ты не можешь просочиться кто-то задний ход все ты что застрял глупый лис глупый лис в общем будем считать первую прогулку с рысью будем считать ее успешной состоявшийся не только с рысью но и с лицом я думал честно говоря что локи будет отсиживаться у себя и не примет особого участия нет я пущу тебя получилось что у нас прям все поучаствовали там конечно было бы желающих намного больше на самом деле но я пока немножко не рискну все таки не знаю получится ли у нас еще так поснимать времени мало я сейчас пока одна марк помогает своим родителям они приболели поэтому вот пока я одна на хозяйстве видео конечно требует не такого немножко ресурса кстати приношу свои извинения небольшие за качество видео потому что сейчас снимаю на свой телефон на старый айфон взял с собой марк он занимается монтажом в холодное время поэтому с вами был канал супермарсы ком карина орешка марсюшенька осенька и перчик и локи где-то там носится вот он вот он спрятался всем пока подписывайтесь ставьте лайки мы на связи всем пока